Уже вторые сутки не утихают споры, ссоры и заявления высоких чиновников о том, как надо относиться к словам Николая Десятниченко, школьника из Нового Уренгоя, который в своем выступлении в Бундестаге заявил, что немецкий солдат Второй мировой, чью историю он прочитал в исторических архивах, тоже стал жертвой войны. Напомню вам, что именно сказал Николай. Я узнал и подробно изучил биографию Георга Йохана Рау. Он родился 17 января 1922 года под Зигмарингеном в многодетной семье. На фронт Георг ушел в чине ефрейтера и сражался в качестве солдата ПВО в Сталинградской битве 1942-1943 годов. Георг был одним из 250 тысяч немецких солдат, которые были окружены советской армией в так называемом Сталинградском котле. После прекращения боев он попал в лагерь для военнопленных. Только 6 тысяч из этих военнопленных вернулись домой. Георга среди них не было. Долгое время родные погибшего солдата считали его пропавшим без вести. И лишь в прошлом году семья Георга получила информацию от Народного союза Германии по уходу за военными захоронениями, что солдат умер от тяжелых условий плена с 17 марта 1943 года в лагере для военнопленных Бикетовке. Возможно, он был похоронен среди 2006 солдат близ лагеря. История Георга и работ над проектом тронули меня и подтолкнули на посещение захоронения солдат вермахта вблизи города Копейск. Это чрезвычайно огорчило меня, поскольку я увидел могилы невинно погибших людей, среди которых многие хотели жить мирно и не желали воевать. Ну и после этого выступления депутат Законодательного собрания Ямала-Ненецкого автономного округа от КПРФ Елена Кукушкина направила депутатский запрос в Департамент образования, гимназию и прокуратуру с просьбой проверки по факту выступления гимназистов из Нового Уренгоя в Бундестаге про невинных солдат вермахта, которые не хотели воевать в так называемом Сталинградском котле. Ну а мать Николая Десятниченко рассказала об угрозах в адрес сына. Елена Кукушкина, депутат, сейчас с нами на связи. Елена Михайловна, добрый вечер. Здравствуйте. Вот вы после того, как сегодня Дмитрий Песков назвал все заявления в адрес мальчика, в адрес школьника Николая Десятниченко, экзалитированной травли, вы как-то не пересмотрели собственные отношения и на вот эти запросы, то, что вы все направили? Ну, давайте, во-первых, начнем с того, что я направила запросы в департаменты не по отношению к мальчику. К самому молодому человеку у меня как таковых претензий нет. Я отправила запросы, поскольку мне интересно было бы выяснить, кто курирует этот проект, что за фонды вообще ведут нашу молодежь, кто преподает эту историю, и почему таким образом расставлены акценты в докладе. Конечно, резануло многое. Ну, например, сражались, но не сражались, а вторглись, во-первых, на территорию Советского Союза, так называемый Сталинградский котел. Вы знаете, если мы дальше так пойдем, то через некоторое время уже внуки этого Николая будут говорить так называемая Великая Отечественная война, так называемая Победа. Поэтому этого не хотелось бы, хотелось бы, чтобы правильно были расставлены акценты. А кому хотелось? Вот, ну, ему захотелось так, он, собственно, и выступил, как ему хотелось. Вы знаете, я не думаю, что... Я не очень понимаю, почему вы должны или кто-то другой решать, как ему нужно выступать и как ему хотеться должно. Я не думаю, что ему кто-то дал выступать самостоятельно. Уверена, что его вели, уверена, что это несколько раз перепроверялось. Кем перепроверялось? Уверена, Антон, что если бы молодой человек расставил по-другому акценты, слова бы, наверное, ему не дали. Слушайте, а какая там в сущности разница в акцентах? Он сказал о простой человеческой вещи, о вещи, которые солдатам присущи, о сострадании, ну, как бы, к другому, даже к противнику, о жертвах, которые и с той, и с другой стороны. Я не думаю, что советских воинов, которые сражались на своей территории и за свою родину, с оккупантами, которые вторглись к нам, не надо этого делать, не надо ставить знаки равенства. Ну, может, вам не нужно между Гитлером и солдатами ставить знак равенства тоже? Не надо этого делать, Антон, не нужно. Я понял, что вы дальше будете, какие действия предпринимать? Действия должна, наверное, предпринять департамент образования, проверив образовательную программу и проверив те фонды, которые пытаются воспитывать. Вы посмотрите, это организация, которая вела. Если посмотреть в открытом доступе, ведь у них не только захоронение солдат. Вторая цель – воспитание молодых людей. Пусть они своих молодых людей воспитывают, как-нибудь уж без них обойдемся. За 25 лет в Украине вот примерно такие же фонды воспитали целое поколение. Я несколько раз была в Луганске, ездила с гуманитарной миссией, и я видела, к чему привели эти фонды. А, собственно говоря, привели они к войне. А что это за фонды и какая организация, кто за этим стоит, если вы об этом заявляете? Вы прочитайте, там написано, я не буду искажать название, я точно его не помню. Не надо искажать. Немецкая организация. Как вы назвали? Немецкая организация, которая следит за этими памятниками. Там не все так просто. Ей более 100 лет. А что это за некая организация, Елена? Она приостанавливала свою деятельность. Кстати, сказать, Гитлера они поддержали. Создались вновь в 1953 году. На территорию Советского Союза их на порог не пускали. То есть, Елена, я понял, я правильно понимаю, что точно вы не знаете, что это за организация? Я просто сейчас не могу сказать. Понятно. Спасибо. Елена Кукушкина, депутат законодательного собрания Ямала-Ненецкого автономного округа, была на связи со студией «Дождя».